В Новосибирске начался суд над женщиной, которая торговала на местном рынке. Говорят, она никогда не обманывала клиентов, но вряд ли это повлияет на приговоры, ведь товаром были живые люди. Репортаж Романа Игонина. Аропат Тураеву разыскивали оперативники двух стран. В родном Узбекистане женщину подозревают в сутенерстве и организации притонов. Российские следователи к списку обвинений добавили еще одну статью – работорговля. Для этого она выбирала девушек азиатской национальности, забирала у них паспорта под предлогом поиска для них работы, после чего подыскивала помещение, снимала квартиры на территории города, где девушки оказывали сексуальные услуги. Вы признаете вину свою? Да. Полностью? Да. А почему на преступление пошли? По версии следствия, Тураева хотела продать двух девушек, потерпевшим чуть больше 20 лет. Эти кадры сделаны летом прошлого года. Аропат и клиент обсуждают детали сделки. Роль покупателя исполняет оперативник. За своих соотечественниц женщина просит 100 тысяч рублей. Ты мне оставь хотя бы тысячи тысяч. Давайте 60. Ну давай тогда так, пусть хотя бы это, ну ты же можешь сказать, вот, тогда ты мне тоже не нужна, если не поедешь. Давай хотя бы на три дня пусть съездят. На три дня нет, на 10 дней поедешь. Ну на 10 дней. Я тебе говорила. Тураева соглашается почти сразу и предлагает покупателю оценить живой товар. Девушки плохо понимают, что происходит. Они недавно приехали из Убекистана. Почти не говорят по-русски. Аропат обещал их трудоустроить домработницами в богатую семью. Вот она. Ну что, пойдет, поехали. Не понравится. Не понравится, через три дня привезла. Клиент передает Тураевой деньги. И тут же к ней направляются оперативники. Номера купюр в конверте, который только что получила женщина, заранее переписали. Эту пленку следователи продемонстрируют в суде уже на следующем заседании, как главную улику. Роман Игонин, Александр Долгих, Сергей Уланов, Евгений Макаров. НТВ Новосибирск.